8 февраля в России был учрежден День науки. Для Реутова этот праздник особенно важен. В 2003 году город получил статус «Наукограда». Реутов стал знаменит благодаря своим достижениям в области машиностроения, авиации, космических технологий и приборостроения. Наукой в Реутове занимаются с детства. В образовательном центре «Изобретариум» осваивают программирование, авиамоделирование, робототехнику и совместно с научными руководителями создают собственные инновационные проекты. Виктория Пименова разработала браслет дистанционного контроля состояния человека, инфицированного COVID-19. Браслет в режиме онлайн передает врачам данные температуры тела, давления и содержания кислорода в крови. Его себестоимость около 2000 рублей. Зависит от материалов, от платы и так далее. Аналоги – это либо фитнес-браслеты, которые будут дороже, либо же медицинское оборудование, которое опять-таки будет дороже. Илья Розанов разрабатывает экзоскелет для реабилитации кисти рук после инсультов, переломов и других травм. Камера распознает движение здоровой руки, а экзоскелет проектирует упражнение на травмируемую кисть. На руку надевается тренажер. Далее пациент ставит руку перед камерой и начинает выполнять реабилитационные упражнения. Движение считывается за счет того, что камера распознает положение руки. Далее программа вычисляет углы и, собственно говоря, двигаются барабаны. Они натягивают нитки. Дистанционное управление предприятиями и даже городами – это уже не фантастика, а обозримое будущее. Даниил Дыбко разрабатывает среду виртуального пространства «Умный город». Моей разработкой можно будет дополнить реализацию вверх пространства, используя исключительно очки виртуальной реальности, которые надеваются, и ты находишься в совсем другом пространстве. Из этого пространства имеется доступ на управление оборудованием, на синхронизацию параметров, и использование невероятно обширно, потому что это является интерфейсом. Родион Муцольгов изучает методы взаимодействия с воронами, но не с целью приручить и сделать птицу домашним питомцем. Родион работает над устройством, которое способно научить ворон к раздельному сбору мусора. А Макар Климов работает над многотопливным двигателем внутреннего сгорания. Это модель с регулируемой степенью сжатия топлива. Спецификой нашего двигателя заключается детонационное горение, а не обычная. Здесь выводится параметр чистота, и на данном этапе это 1540 миллисекунд чистота птица парсунки. Каждый из этих проектов – результат работы, на которую требуются годы, но ребята уже успели доказать их пользу и уникальность. Позади победы в различных конкурсах и признание научными сотрудниками. Впереди новые достижения.